Переходим в Белоруссию. Я, кстати, в Белоруссии, я свежих сообщений нет. Я как паук, у меня со всего мира. Пришли фотографии моих абрикосов со Свейцарии, представляете? А здесь Белоруссия. Давайте посмотрим 9 мая, что было. Здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович. Меня зовут Александр Илькевич из Белоруссии. Моё хозяйство находится в 100 километрах от Минска, возле города Вилейска. 5-6 лет назад заказывал семечки абрикосов, першиков и так далее. Проращивал семечки. Ой, я забыл похвастаться. Помните фильм «Краснаяская» это? 14 лет едят мои абрикосы. Ну, фотографии так и не прислали. Вот такие, якобы вот такие вот. 14 лет мои абрикосы. Вот. То есть, 500 километров на север, пожалуйста. Давайте теперь на юг пошли. В Белоруссию. Заказывал семечки абрикосов, першиков. Вот. Проращивал семечки, большей части в ящиках. Потом высаживал в сад. Почвование песчаные. Плодородный слой никакой. Учитывая, что большей частью косточковое растение пионеры, которые могут выдержать более суровые условия, то есть, вот про мои, сплошное солнце, ветер, снег, засуху, высаживал в чистом поле. К сожалению, случился переезд. Вот это обидно. Часть саженства переносилась с одного участка на другой. Процент их утерял, сведения о сорте, многое поперепуталось. Участок плоский, поэтому для посадки использовал самые незначительные бугорки и оставшиеся бороды после предыдущих лет обработки. То есть, ну, нет у него холмов, нет у него склонов. Ну, пошли в ход бугорочки и бороды. Вот молодец. Наш человек. Часть участка сильно заросла тёрным. Много сил уходит на удаление новой порцели. Застоя воды из-за песчаной почвы, даже весной под снегом у меня нет. Хорошо. И песок хорошо для априкосов. Поверьте, хорошо. Удобрения не применял. Хотел, чтобы зацепились самые грязностойкие и приспособлены к моему климату. Конечно, за счёт увеличенного выпада. Так вот, перед нами кто? Где его фамилия? Где имя? Ну-ка. Илькевич Александр. Перед нами готовый селекционер. И вспомним мои горькие эти фильмы, где я рассказывал. Получаю, отправляю книгу, диски. Всю свою опыт информацию. Лукашенко получаю от ЛУП. От замминистра сельского хозяйства. Вы молодец. Занимайтесь своими датчиками. Книга ваша замечательная. Но смысл письма в нашей рекламе – это святое. Перевожу на нормальный язык по-русски. Как калечили, так и будем калечить. И вот перед нами, ещё раз, самодеятельный Илькевич Александров. Смотри, простите, почему. Рассказываю. Чоба и Сечоба. Не все же слышали это. Только мой манджурский абрикос стал таким патриархом и дал первые 1500 косточек. Первые 1500. Несколько лет по отношению. И вот, наконец, урожай такой. Я их 1500 высаживаю и получаю 180 сеянцев. Теперь поняли, да? Кто-то меня оскорбляет, а кто-то называет селекционером. Смотрите на него. На этого товарища. Удобрения не применял. Хотел, чтобы зацепились самые жизнестойкие, приспособленные к моему климату. За счёт увеличенного выпада. Он заранее согласен на то, что у него будет... А сколько он заказывал, я не знаю. Может, 100, может, 500. Но вы видите, что это наш человек. Самое шустрое. Достигли полтора-два, с половиной метра. Некоторые цветут третий год. В этом году случилось первое массовое сведение абрикосов. Слив, вишен, засвела даже с урисской грушей. Ну, и, как видите, он не болтун. Вот так мы собираем свою королевскую рать. Итак, надо запомнить, а у меня памяти нету, ещё раз, ещё раз, ещё раз. В Белоруссии живёт потенциальный селекционер, Илькевич Александр. Ничего о нём не знаю. Жалко. Наверное, может, он профессионал, я имею в виду специальное образование. Скорее всего, так же, как этот самый шофёр-дальнобойщик. Наш друг из Брятской области. Рядом с ним, кстати. Шофёр-дальнобойщик. А результаты в 100 раз случится, мы рядом, институт находится. Ну, когда это всё поменяется местами? Я говорю, Олег, Олег Мезинов, шофёр-дальнобойщик. Возьмите его директором института, пожалуйста. Кому я сейчас обращаюсь? А сейчас... Ах, у нас снова МИС сельского хозяйства. По-моему, дама. Эй. Эй. Комментариев не будет. Практика прошлый лет показала, что первые абрикосы... Это наш новоявленный селекционер пишет. Что первые абрикосы и персики проявляют свойство крайне позднего созревания. Заметьте, в Сибири пришли. А в конце сентября только начинает мягчать. Но коллеги говорят, что по мере набора силы дерева срок созревания укорачивается. Вот уже наблюдения пошли. Вот она, Беларусь. И ещё ценное наблюдение. В целом, использую технологию качующего питомника и лесосада. Значит, лесосада я промолчу, а это не моё. А качущий питомник – это моё. Рассаживая более мелкие сельцы на новые места. Кто ещё не помнит, что такое качущий питомник? Ребята, хотите сад иметь? А заодно заработать? А то было же письмо. Пришлите три косточки, мне нужно всего три дерева. А я говорю, хочешь три дерева, ну хотя бы полсотни косточек. Потому что всё будет три дерева. А если 40 получится? Да продадите в конце концов. Да подарите. Подарите друзьям, подарите врагам. И у вас и врагов не будет. Это же выгодное дело. Полсотни косточек. Сейчас они, кстати, идут по 15 рублей сухие. Это к слову. Так вот, качущий питомник посадили, как помидоры, метр, допустим, на 40 сантиметров. Густо-густо. Лучший из лучших остались навсегда. А потом смотришь, выкопал, продал или пересадил. А на этом месте уже не посадишь. Тот, который остался навсегда, начал разрастаться. И постепенно занимает всю площадь. А вы хотите, вам понравилось, что это? От трёх до 12 тысяч продают манжурские абрикосы. Сеянцы. С моей фотографии. Ещё раз. Сеянец манжурского абрикоса. Я же ничего не буду. Я вам показывал. Сеянец манжурского абрикоса. С фотографии Железова. Продается от трёх до 12 тысяч рублей штука. На что-то же рассчитывает. Иначе бы они просто не теряли бы время с такими ценами. Иначе кто-то их покупает. Идём дальше. И так вы поняли, что такое кочущий питомник. Купили у меня очередную сотню. Лучше тысячу. Опять выросили, опять продали. А сам сад увеличивается. И через несколько лет у вас всё своё. Всё, в Железово больше не обращаемся. Мы ещё и становимся донорами. Так. Теперь. Так как я неправильный доктор. Видно по адресу. Электронный пост. То скажем пациентам. Ну, он согласно профессии для него... Ну, как бы сказать. Садоводы – это пациенты. Провожу беседу по образу жизни. Постоянно ссылаясь на ваши опыты и достижения. Спасибо. Чтобы люди задумывались, надо удовольствием шажать в сады. Казалось бы, в Беларуси так много садов. Но это не так. Вот она правда. Я говорю, я как паук. Меня не обманешь. Смотрите. Это как это. У нас всё огонь. Какое письмо мне замминистра сельского хозяйства прислал в Беларуси. А у нас? Да мы уделяем. Да его шею надо было гнать после этого письма. Когда я его про это письмо взял и просто прокомментировал. Его шею гнать надо было. Всё в них хорошо. Польское всё жрёте, извините за выражение. Я говорю к этим самым, к руководству. Ну вот стол накрывает, допустим, сидит министр, сидит замминистра. Ну банкет это же постоянно, а без этого где? Вот. Коньяк может армянский, может нет. Но яблоки, груши, абрикосы. Все у вас откуда? Из Польши. Ну скажите, что не так. Идём дальше. Вот. Насколько я прав? Насколько прав наш друг, белорус. Итак. Вот он пишет. В большинстве случаев, даже в деревнях, это несколько жалких яблонь, одна-две груши и может ещё и вишня. И всё. Картошка, да, обязательно. Так вот, одной из своих миссий я вижу распространение интереса к садоводству. как основа при усадебной дачи участка. А лучшие базы для этого, чем пермакультурные идеи и ваши способы выращивания деревьев, нет, потому что они верны. Ну вот, кого надо ставить-то. Ну, если бы там тоже пришло бы новое к нам, но у нас новый министр сельскохозяйства. Там я бы вас бы туда. Я, извините, постоянно забываю имя, фамилию. Ну, у меня памяти нет. И так, сходу бы назначил Ларикевича, не знаю ничего, сколько лет. Вот. Ничего про него не знаю. Но споседу толкового письма, ну, хорошо, замминистра сельского хозяйства Беларуси. И тогда бы там что? Вот этого бы больше не было бы. Большое-все, в случае, даже в деревнях, несколько жалких яблонь. Одна-две груши, может ещё и вишня. И картошка. Вот. Вот это бы есть правда. Ну, будем ждать, когда придут, я обычно говорю, когда наши в садоводство придут. Когда в ваше садоводство тоже придут новые люди. К счастью, число ваших последователей в наших краях растёт. Спасибо. Увеличивается. Ещё раз спасибо. Число посаженных деревьев. Ну, честно говоря, мало у меня заказываются эти. Очень большие деньги за пересылку. Уже две-две с половиной тысячи за посылку. Да маленькую бандеронку уже полторы тысячи. Вот, к сожалению, это тоже сдерживает. Одно государство, одно государство. А получается, в это самое, где-то сейчас скажу, пять раз дороже пересылка. В итоге одно. Пользуясь случаем, хотел бы заказать ваших семечек. Заказывайте. Впереди лето. Вот. И если вы скажете, не просто фамилию скажете, вы скажете, я тот самый, тогда ещё дешевле будет, чем те цены, которые я сейчас обзову. Идём дальше. Что я вижу? Жимолость. Юлия Сергеевна. Юлия Сергеевна, это моя помощница, это моя племянница. Это дама, которая взялась, вырастила всего 10-15 вот таких вот саженцев. Это её руками выращено. Укоренением. Так. И к кому-то отправлено. Читаем результат. Добрый день. Ваша жимолость отлично прижилась. Не обращает внимания на холода. Уже неделя стояла. Спасибо большое. Ну, как видите, жимолость, которую я когда-то выписывал, Сахалина. Ещё мне привозили с Новосибирска. Согласитесь, Сахалин и Новосибирск, это во мне, это не Африка. Вот. Прекрасно. Понятие замерзания не существует. Я не знаю, вот та жимолость, которая сейчас есть в Европе, выдержала, сомневаюсь. А это по барабану. Я ничего не выдумал. Вот. Это напрямую. Ей пришло письмо от благодарной садовода, женщины-садовода. Вот так. Ну, я на всякий случай сейчас кое-что озвучу. Итак, перед вами Юлия Сергеевна Мельникова. В данном случае ей предстоит всё лето, если будут заказы, уже фасовать и рассылать вам косточки большой-большой скидкой. Вот. А ценность назову ниже. Так. И у меня запасы остались. Что случилось в этом году? Триумф косточек 22-го года. Я железов никогда ничего не скрывал. Не скрываю, скрывать не буду. У меня свои связи с небом, но они очень эти. Я получал не раз по морде, по голове, по карману. Стоило мне не то, что там обмануть кого-то. Об этом речи нет. Где-то схитрить, где-то промолчать. И получал. И теперь что получается? У меня в каталоге написано. Всю зиму это было до момента статификации. И статифицировал я тоже порознь 22-й год и 23-й. А что было написано? Семена 22-й и 23-й год. Человек читает, думает, что это мне 22-й, мне свеженьких за 23-й. Честно высылал. А человек молчал. А у меня 24-й-то больше, мне от них избавляться тоже надо было. Вот видите, даже не смог избавиться целиком. Это катастрофа. Но до неё сейчас дойдём. И так получалось, что полный триумф, косочек 22-го. Нет, я не говорю, что 23-й не взошли. Также взошли. Но соотношение было 10 к 1. То есть на 10 посылок 22-го года приходилось одна посылка 23-го жалкого года, когда был маленький вырожай. 10% от первого вырожая. И так соотношение 10 к 1. И про те никто не говорит, что они не взошли 23-й. Куда они делятся, моя технология. Но то, что 22-й год оказался 100% практически схожестью или почти, это даже для меня было, я ещё думал, а вдруг зайдёт 50%. А вдруг претензии будут? Всё-таки человек брал за 25 рублей, да? И получится, если каждая вторая взошла, получится своё ионный саженец будет стоить не 25 рублей, а 50 рублей. Нет, это не 12 тысяч как это на сайте, помните, показывал, а 50. И всё равно кто-то скажет обманул, половина не взошла. Практически у всех всё взошло, большая часть. И после этого я что хочу сказать? Сейчас пока скидки заказывайте, так, это раз, вот, и ждём ещё одно урожай, я в самом тупике, почему? Потому что у меня косточек, абрикосов 23 года не будет, я их все разослал, уж такой урожай был, а косточки 24 года будут и 22 на 22 год я сделаю скидку, а 24 ещё и прибавлю. Так будете брать сейчас. Как вы думаете, я их угробил из-за того, что лишний год лежат? У меня своя система хранения, вот, я, по-моему, в этом году, по предпоследний год, два человека у меня не взошли в ашкость. Почему не взошли? Он сам институциировал, допустим, он сам садил, это промышей он мог ли не вспомнить, так как это учёба, я ещё скажу пару слов. Меня надоумило, ну, человек садит обычно на сантиметр на два, да, даже те, кого я предупреждаю, что глубокая посадка впоследствии может стать смертельной для молодого дерева, просто сама не сама сгнёт, всё равно садят, ну, хотя бы на сантиметр. Приходит письмо, я с ним знакомил, у меня таких писем, а некоторые врезаются на всю жизнь и пойдут в будущие учебники. Валерий Константинович, и одна дев зашла. Я читаю письмо, сразу сердце забарабанило, сейчас думаю за валидолом, читаю дальше. Потом я начал копать в соседнюю грядку, где не было ничего. Все они в кучке лежали, все до единого косточки. То есть мыши прибрали, а мыши, это я уже на таких примерах, а я это каждую весну вижу, они в кучку все собирают. Те, что я не собрал, мыши собирают в кучку. А потом у них уже начинается запас, сами понимаете, это видимо на самые голодные годы они делают запасы. И все косточки доедины лежали в нескольких метрах от грядки, все целенькие, все приготовленные на съедение. я там не написал уже прогрызенные или нет, вот этого не было в письме. Вы понимаете? И вот человек пишет, у меня не взошли, и что я должен думать-то? Ну поняли, да, это немножко поплакался поговорить. Даже вот это самое, может чуть сжатое, может даже годится для учебников, даже для студенческих этих, для студентов, для будущих программ, учебных. Именно вот такие примеры этой жизни. А теперь посмотрим сюда, сейчас маленький кусочек сахара, что-то мне не очень хорошо, я сразу начал переживать, когда не пошел процесс, секунду, маленький кусочек, говорят, помогает. три грамма конфеты в рот положил. Для того перед вами, то, что я выбросил, смотрите, дата 10 мая, это уже в саду валяется. Мне как говорили, я ждал особого человека, я вот дождался, женщину, вот, которая мне, она помогла мне спасти несколько тысяч косточек. Когда я объявил скидку, она просто все забрала. В общей сложности, если брать все семена, около пяти тысяч, они были перебраны, а то, что не была ею взята, вот эти вот, выброшены. То есть, меня каждый год преследовало одно и то же, несколько человек. А почему вы выбрасываете? Не смогли продать? А дайте нам бесплатно. Вот так вот прям бесплатно. Ну вот каким бесплатно? Границы нет, лежат дома. Вот. Ну а что будет потом? Сейчас я буду переживать за москвичку Елену. Вот. Я уже переживаю. В процессе этого купли и продажи она заплатила где-то за тысячу простила, убедила, что я не болтун. Еще за где-то там да, за тысячу чем-то заплатила. Еще придачу три выслал как называется в рассрочку. Потом выясняется у него шестер детей. Думаю, черт возьми, это сколько рабочих рук. Может она и правда все это вырастет, продаст, но не может быть, чтобы это не на продажу. А стенд стесняю спросить, что она будет делать, если из пяти тысяч взойдет четыре с половиной. Идем дальше. Одну из них я сфотографировал отдельно за общее обозрение. Чтобы научились, не все же видят, как это выглядит. Вот переросшие, вот это вот росток пошел, вот это пошел корень, а вот это две семидоли. Семидоли это две половинки, которые растут внутри скорлупки. Дальше немножко про воспитание детей, вот, дело в том, что тема болезненная назрела. Идет массовое оглупление детей в школах, само собой, уничтожение детей, как, как бы сказать, как генофонд, особенно мальчиков. Девочкам это жизнь более, ну что ли, более подходящая, но мальчикам нет. Вот. Тысячи брошенных дач вокруг Саиногорска. Знаете, что мне вчера заявил Сенька, а в фильме вы это видели, я его не подговаривал. Я ему сказал, говорю, вот это, возможно, станет твоим последним хлебом, когда ты будешь помогать маме выращивать саженцы. Знаете, что он сказал? А меня тут не будет. Как не будет? А так я отсюда уеду. Вот. Спрашивал у Тимоши, Тимоша стоит рядом, ну а ты? Вот. Он уже давно забыл времена, когда хотел быть пожарным. Вот. Это не те дети, как мы хотели быть этими космонавтами. Нет. И это тоже собрался. Я, говорят, в универ. Слово знаете, в универ. Вот. Я в универ пойду. Вот. Короче, никто с садоводцем не связывает жизнь. Но я знаю одно. Как последнее прибежище, учитывая, что сейчас страшные масштабы разрушения, страшные в садах, то, что я обговорил, это верхушечная айсберга. Везде, по всем каналам, по всем областям идут эти панические. Погиб урожай, погибнут деревья, погибнут саженцы. И никому не утомек, что никто не перестроился. С 25 лет я долбил. Но я долбил узкий круг. Меня не знают, как облуплено. Дальше не пошло. Вот. Все мои материалы, разосланные Путина, разосланные все это оказалось никому не надо. Там нет таких, кто понимает, что такое что один год может уничтожить всю работу этих же самых научно-связковских институтов и ГСУ. Один год может все уничтожить. И вот они дети. Я ничего не могу сделать. Все. Этот уже в универе. Вот. А второй уже в этом. А я все свое. Я говорю, ребята, про это. вот он лес. Я фильм снял. Кто не увидел, увидит завтра. Рядом с ними дикие яблони. Вот те самые. Которые вот эти все, они как подвойные. Вот наш друг, мой друг Сарик из этого, из Сумской области. У него же померзли не просто перчики. У него померзли перчики Гитая. Манчжурские. Казалось бы, в чем разница? Манчжурия, Манчжурские. Да? Хасанские железо. Вот. Озеро Хасан или там Хасанский район. В чем разница? А на Украине разница проявилась. Так и тут. Этим-то что сделается? Вот они тайга. Настоящая тайга. Вот они настоящие в Сибирке. Вот они. Что по Европе про них знают? Кто у меня сажен туда выписывал? Да никто никогда. Семена да. Но на общем фоне это 0,0,0,1 процента. Каждый миллионный будет это. Дерег одно из миллионов будет вот это вот. Расти в Европе. Чем думают? Непонятно. А я все равно. Я взял вот разозлился и смотрите внимательно. Это было вчера. Я уже все приготовил уже этот вебинар. Я знал с чем буду говорить. В основном ругаться. Слышите? Это я ругаюсь с вами. С ними. Как бы заочно. Я потащил от леса. Запоминайте. 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 Я их обнадежил, что я вам даже заплачу победителя. Кто больше запомнит? Пройдут годы. В универ не пойдет что-то или еще хуже будет. Вернется, возьмет лопату. Выкопает. Посадит. Привьет. Как я. 500 саж вот с этого самого места я не сейчас. Я клянусь Богом, потому что я не преувеличиваю ни капли. У меня сожгли сад. Сожгли специально, подло, нагло. Вот. И у меня ничего нет, кроме пенсии. И я приезжаю в этот лес. Сказать как? Вот за их спиной в 100 метрах в Красный Хуторе там мой дом. Я приезжаю с тележкой. Тележкой. Тележку гружу. Ну, 5-8. Привожу туда, за салон поливаю. Осенью у меня было на продажу 500 штук. И очередь стояла. В то время это был железо, которое уже печаталось, которое уже знало. Телевидение уже десяток раз. И это самое. И уже осенью метр-полтора у меня специальные фильмы есть. Телевидение снимал. В том числе и как продавал. Снимал. 500 на 500 сетверх миллиона. Вот и все. И это самое я рассказал детям. Я говорю, знаете, как там фильм есть? Я вот в этом месте остановил их до остановки 20 метров. И говорю, 40 лет назад бабушка показала мне тут рядом тропинка, где мы с бабушкой шли. Ей 80 лет. Вот. Показала мне, как выглядят дикие яблони и сказала, да санешь этих самых, веточек прибьешь. А я еще ни разу, я даже не знал, как выглядит тревочный нож, что он на одну сторону ничего не знал. Я сказал, пройдет, прошло 40 лет, и я вам это все рассказываю. И вы тоже через 40 лет эту же историю, как вас дед привез в тайгу, показал, как выглядят дички, и вы через 40 лет это же расскажете своим внукам и вообще всей стране. Вот так вот я не могу остановиться, я не могу успокоиться. Такие дикие потери. Ладно бы у нас, да по всей Европе, вплоть до Средиземного моря. кто их сдал, кто не знает про эти же Сибирьки, что не знает про китайские сливы, я еще покажу. Вот. Ну, понятно, начинать надо со студентов. Кто им будет легче читать? А, Елена Александровна, Савинич. Кто будет им легче читать? Пока вот, извините, вынуждены подрабатывать, чем, чем, тем угодно, даже торгуя это пастилой. Вы специалисты, вот такую пастилу сделали, что надо, это, люди, польза огромная. Неужели родились для того, чтобы торговать пастилой? Чему их учат в этих? Самое главное, чего надо научить студентов? Не верьте ничему. Первый пункт преподавателя, первая минута этого, как он, первая минута первой лекции. Вот. Немножко меняем тему. Так, еще даже часа не прошло. Вроде что-нибудь успею сказать по делу. Лучий сам в Подмосковье. Выпустил пять фильмов. Спасибо брату, умеет оформлять все это, что нарядные фильмы. Вот. Повторно выпустили. Пошли годы. Забыты. Вот, проходят годы, там уже между вот этими последними фильмами и теми, ну, наверное, тысячи две фильмов. Там уже никто и не залазит и не смотрит. Вот. Дальше. Что получается? Заманчивое название придумал. Пять фильмов снял. И меня прошло еще несколько дней, и меня просто так ехидно спрашивает один из вас, друзья. Ну, и где этот лучий сад под Москвой? Ведь два года, три года прошло же. Ну, и где он? А нигде. Вот. Там был такой момент, я честно все расписал. Близкие грунтовые воды, придется заниматься селекцией. А чем сказал, помогите в лучший сад Московской скорости. И я ему все по правде, как это? Близкие грунтовые воды, мне что, два-три поколения абрикосы на сливы, и все будет. А потом и такой был, видимо, ключевой слой. Он взял и мне написал так. Ну, я сейчас еще съезжу в отпуск в Анапу. А я взял в этом фильме, ты ляпнул. Это будет ваш последний в отпуск. И после этого тишина. вот, то есть получилось так, или КНАПа, или отпуска, или заниматься лучшим садом. А он как думал? Грязово научит. А вы знаете, что он мне предлагал? А, что я приеду. Он, видимо, не из бедных. Вот, у него было 26 суток, плюс можно было сколько угодно приращивать. Я к нему приеду, жилье будет. Значит, гонорар будет, всё будет. Вот. Я его научу на месте. Вот. А тут оказывается нужна лопата, тяпка. Много чего нужно. В общем, спросили меня, ну и где ответ? Где, где? Нигде. Вот. Следующая тема. Я этот пример не приводил лет 15. Хотя он голове застрял. Это моя последняя прививка была. Фотография сделана недавно, сейчас скажу, 6 дней назад. Вот. У меня уже зацвел, груша зацвела, да? И скелетная прививка зацвела, видите, вот она. И уже чуть-чуть проснулась, то есть большинство не пропьешь, видите? Вот это можно использовать и как учебную фотографию, называется прививка в расщеп. Вторая рядом не поместилась, получается, для усика полировки толстовато, а для того, чтобы две воскнуть, тонковато, получается, одна. Ничего, она прекрасно приживется, и меня часто пытают, а вот это вот, осталось вот голая, как бы сказать-то, практически незащищенная, ну что будет, ну что, постепенно заплывет, ну что, будет расти привой, постепенно заплывать будет, несмертельно, хотя лучше бы не было, лучше бы один к одному, но у скелетных привок есть одно свойство, какая попала не идет, я специально показал, видите, вот это, если, сейчас окажется, что привать еще не поздно, поэтому я совет такой даю, я не могу уже это видеть, я видел несколько десятков раз, когда учатся прививать, берут не вот такой вот, а это называется скелетная ветка, вот то, что вы видите, моя прививка, берут вот такую ветку, и где-то на середине, часто на горизонт, да, как будто специально на горизонтной мучешке делают прививку, я смотрю на это и думаю, господи, боже мой, а он хоть одну довел до полношения, вот такое, чтобы не обломалась, чтобы там было не три яблочка и три игрушки, а три ветра, вы понимаете, какие учителя, а люди же этому верят, поэтому я первое говорю, смотрите, что такое скелетная прививка, вот, раз, а второе, это речь пойдет о сроках, дело в том, что скажете, поздновато, да, ну пошло, я тогда вспомнил статью в одной из популярнейшего журнала, я уже не буду его называть, и так часто треплю, вот, они меня трепали, а я их треплю, и что получается, вот, значит, там было письмо, я, а есть же такие замечательные люди, которые сами научились и теперь учат нас, я взял и делал массовые прививки, я не помню, может быть, по 10 делал, а может сказать, я сотнями, вот, я делал в марте, а это европейская Россия, у меня пишет, получилось, допустим, 80%, в апреле я тоже сделал кучу прививок, получилось, выход 90%, я в мае сделал, это примерная цифра, я точно не помню, но смысл такой, в мае 50%, и в июне 30%, и я, этот, так это, гордо заявляет, я сделал вывод, что привать можно и в апреле, и в марте, и в апреле, в мае, и в июне, вот, пусть там не говорят, что надо обязательно в определенные сроки, вот, и меня этот вопрос задают, а я говорю, давайте считать, от 1 марта, до этого, он же учит прививать, допустим, март, апрель, май, июнь, 4 месяца, если я прививал, вот это, мне же надо, это в Сибирь, надо, чтобы она вызрела до зимы, а он, минус 2-3 месяца, тюдю, даже, на этом, в средней полосе России, ему не хватит, месяц-два, для нормального вызревания, все, что мы видим, вот эту красоту, а это, южа, не, по какому-то дикому, этому самому, нашему, этому, энтузиазму, они оказались в Сибири, Ново-Раде, на Дальнем Востоке, это южа, не, понимаете, поэтому, есть, еще раз, есть определенный срок, сейчас я скажу, срок и исключение, этот срок, начало сокодвижения, в вашем районе, с началом сокодвижения, прививаете, конец сокодвижения, прививки, заканчиваете, все, это март, где-нибудь, в средней полосе, я же не сказал, начало марта, в конце, принорабливайтесь, у нас гигантские просторы, вот, в Сибири у меня, это вторая половина апреля, так, и все-таки, не май, и не июнь, это, медвежья услуга, вот так сказать, ничего, прививайте, пусть хуже, но приживутся, а когда вы, вот этот момент, прошу вас отметить, так сказать, отметить протоколик, если говорить казенным языком, вот, раз, два, три, четыре бирки, скелетные прививки, и сразу дают результат, то есть, я почему говорю, а, еще, теперь исключение, а что теперь делать, у меня сейчас все вики лежат, не покупать у меня, или все-таки купить, и получить 50% допустим успех, учитывая, что уже, уже май, уже середина мая, а это вы теперь сами решайте, я привозил даже вроде поздновато, вроде поздновато, но мне надо было успеть зацепиться, чтобы я же не могу каждый год на Украину ездить, понимаете, приехал, натыкал, сразу результат, вот, пожалуйста, вот она, квинти знаменитая, вот, которая в России, не один этот, она даже не знает о нем, там, где полагается, ее уже тысячами выращивать, миллионами, вот она, квинти, на второй год урожай, так вот, пожалуйста, после всех моих слов, если руки не опустились, последние яблони, груши, абрикосы, персики, заказывайте, особенно это касается европейцев, вот, да, заморозки, а потом весна придет, куда она денется, объявление, только для гостей сайта и каналов Железного, значит, черенки любого сорта, 100 рублей, было 200, значит, 100 рублей, даже черешни, ой, персики, 300 рублей, надо последние продать, хотя бы за 100, жалко, еще надеюсь, что кто-то купит, и приведет, вот такой принцип, в принципе, у меня есть несколько дотошных, я их друзьями считаю, я стараюсь не злиться, они, а что, а почему, а вот так, некоторые задали, за несколько дней, десятки вопросов, и я дотошен на них отвечаю, я больше люблю ватсапе отвечать, там голосом быстро, и все, ответ готов, вот, хоть не набирать текст, все прекрасно, вот, они настолько дотошны, а я иногда не удерживаю, поймите, вы молодцы, вы дотошны, но у вас никогда не будет сада, вы во всем сомневаетесь, задача садовода, настоящего, в начале, привить, а потом спрашивать, а вовремя ли, посадить, а потом спрашивать, а взойдут ли они, вот это мой принцип, я, Железов, 40 лет назад, не знал, ничего, до этого, я единственный саженец, вишню, посадился, с этим, с учителем школьным, мне было 7 лет, и мы на 22, а это, на 22, я, сейчас скажу, день рождения Ленина, 22 апреля, мы посадили, каждый из нас посадил по дереву, до последних 40 лет, это был весь мой опыт, у меня был опыт общий, я ходил, смотрел, тут растет, тут не растет, вот, южная растет, север, это, даже кустов нет, все это я отмечал, замечал, я смотрел, где много снега, где нет снега, где выдувает, где не выдувает, ни одна железная дорога, норильская, которая, раньше, тысячи тонн перелопачивали, потому что, это же, Таймирский полуостров, заносило снегом на метр на два, тысячи этих копали, вот копают, 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 откопали, пустили поезда, а это, это же норильская, это же я-то, лучше меня никто не знает, вот, это, непрерывное производство, а составы стоят, а дорога заметена, потом, один умный человек, и это тоже учеба, сейчас объясню, почему, и это тоже учеба, ребята, я пусть, я не хотел, сидя в этом говорить, вот прямо сейчас пришло на ум, сделали специальные щиты, но нижний метр прозрачный, то есть, получалось, идет буран, несет миллионы тонн снега, и раньше они тут же ложились на железо-дорогу, и тут в этот момент, специальный щит, скорость их, вот так буран, а еще скорость несколько раз увеличилась, и он понес, заметили, по над землей, жик, и дорога чистая, дальше понесло, поняли, да, а я-то это заметил, заметил, а потом вторая крайность, меня на острове воруют, 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 бычки прорвались, мне нужен был питомник для подсадки, я питомник сделал, я уже знал про эти щиты, но я сдуру, сдуру, подчеркиваю, я взял, и с западной стороны, откуда несет, снег несется, у нас его всегда мало, но бывали годы, когда что-то не по пояс, пусть таких годов было всего 2 или 3, за 40 лет, но были, и вот как раз такой год попался, и я взял, защитил метровым забором, со стороны запада, и вот за забором нанесло уже не метр, а полтора метра, и весь мой питомник, 200 привитых яблонь, привитых у земли, оказался под снегом полностью, когда снег осел, 80% саженцев были взломаны вот так, вот так, и с тех пор-то я и учу, ребята, что вот это, нельзя засыпать с головой саженцы, сколько раз говорил, ну, дальше я бы еще продолжил, вы поняли, что такое опыт, такой сказать, ну, назовем его своеобразный, возможно, студенты и сейчас этого не знали, и не знают, вот, потому что Железова никто из них не изучал, и не будет, две студентки на Россию, это маловато, которые у меня практику прошли, и так поняли, да, значит, за 40 лет удалось посмотреть все, что только можно, достаточно, чтобы один саженец погиб, я уже должен знать, почему он погиб, все, вот, идем дальше, значит, кодовое слово гостя, это значит, что я продаю, черенки про них сказал, косточки, есть сухие абрикосы, слив, вишен, черешин, 15 рублей за штуку, осенью или садите, покупаете пока 15, а не 30, вот, череши уже сейчас 30, вспоминаем, каталог, абрикосы 25, супер абрикосы 30, персики 100, разобрали только так, теперь, кодовое слово гостя, кто-то мне закажет, не наш, здесь только наши, ему 15 рублей, а кто-то ни слова гостя не произнес, зачем со стороны заплатит полную стоимость, и 25, и 30, поняли, к чему я это говорю, здесь свои, можно заказать сейчас, стеклянные баночки, с крышечкой в холодильник, не считаем, не сделаются, а потом или сами ссоцируете, или садите под зиму, если мыши вас не украдут, как пример привел, да, все собрали, ладно, мы грызли на месте, или под снегом еще было хорошо, там еще было, ничего не замерзло, скорее всего, под снегом, а вот сюда снегом, собирали, вынюхали, и все косточки унесли, и все косточки унесли, но вы тоже кура, и все косточки,